И именно благодаря сообществу спидраннеров удалось продвинуть всю историю с Тоддом Роджерсом дальше и привести к разоблачению. Капец, спидраннеры чисто такие, блин, сыщики. Шерлоки Холмс. Майни, мы с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Норица. Называется оно 35 лет читерства, блата и коррупции в спидранах. Ребята, разоблачение будет очень интересно. Какой-то длинный ролик, 40 минут, поэтому возьмите что-то попить, покушайте. Я вот взял попить. Привет, ребятки. Поздравляю вас с наступившим Новым Годом. К сожалению, я так и не успел доделать этот ролик до конца декабря. Но ваши задания не были напрасны. Ведь в этом расследовании я хочу поведать про одного из старейших рекордсменов, который оказался читером. А зовут его Тодд Роджерс. За все 35 лет своей деятельности он успел установить сотни рекордов, был иконой среди подрастающего поколения геймеров, стал одним из первых профессиональных игроков, а в итоге оказался самым большим лжецом в индустрии. Данная история затронет тот период, когда игры только набирали популярность, а поэтому я постараюсь плотно погрузить вас в контекст эпохи, что прошло мимо нашего региона. Ну и конечно, в подробностях поведаю о том, как при помощи коррупции, блата и непомерной наглости одной личности удавалось обманывать многих людей долгие годы, а также о том, как его вычисляли и пытались вывести на чистую воду, что в итоге привело к еще больше лжи, мерзости и окончательному разоблачению. Капец! Вы понимаете? Это будет что-то прям жесткое. Читеры среди спидраннеров были всегда, и их выявление это довольно долгое и тяжелое занятие. Поэтому, чтобы не тратить нервы на борьбу с ними, автор покушает. Нариться, нариться, питься. Наша история начинается непривычно далеко от нынешних событий. США 80-х годов. Жанр диска наконец-то начал терять популярность, в повседневной жизни сформировывается новая мода на яркие цвета, на крахмаленные джинсы и даже строгие квадратные плечи у дам. На широких экранах появятся «Братья Блюз», «Лицо со шрамом», «Терминатор», а также многие другие фильмы. И все это на фоне президента актера Рейгана, чья экономика столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, и впервые расходы на оборонку превысили социальные. Короче говоря, шла нормальная цивилизованная жизнь в ожидании новых потрясений. Хотя в начале 80-х все казалось не таким страшным, особенно в игровой индустрии, которая переживала небывалый подъем усилиями многих компаний. Одной из которых была молодая Atari, что резко вырвалось от обычного стартапа из кремния... Времена Atari, конечно, да. Интересно. ...до статуса дочерней компании одного влиятельного конгломерата. Именно она заваливала рынок откровенным говном, в надежде выжить из молодых потребителей хрустящей бумажки. И у компаний даже получалось выходить... На самом деле обидно, что... Ну, Atari плохая компания в большинстве случаев. Тут, если вы почитаете про ее историю, там, да, в нее хватает своих проблем. Но я имею в виду, что обидно, что мало сейчас конкуренции в этом, в консольном рынке. Вот, честно, было бы больше, было бы лучше. Но самое смешное, что больше 60% всей прибыли, которая составляла 100 миллионов долларов в год, по сути своей обеспечивала только 4 человека. Дэвид Крейн, Ларри Каплан, Ален Миллер и Боб Уайтхэт. Как вы думаете, приличные ли они получали гонорар от собственных задумок? Конечно же нет. Рыночек порешал их зарплаты до 20 тысяч долларов в год, потому что индустрия видеоигр вышла из другой сферы. Игрушек по мотивам фильмов, мультиков и прочего медиа. А другая причина была в том, что в те годы, по сути, не было независимых издателей. Все игры в той или иной степени принадлежали компаниям-производителям консолей, так что они могли легко диктовать условия всем поимопом программистам. Понятное дело, самых талантливых разработчиков, которые приносили огромную прибыль дядям-капиталистам, это не устраивало. Поэтому еще в 79-м году ранее упомянутый квартет работников отправился в офис генеральному директору Атарии, Рею Кассару. И заявили, что за такую эффективную работу можно было бы выплатить хорошую премию. А лучше вообще поменять модель распределения благ на ту, которая была в кино или музыкальной индустрии, когда творец обладает исключительными правами на то, что он сделал. Ну, хотя бы процент, или процент, или просто, ну, хотя бы достойную заработную вкладу. Может претендовать на соответствующее вознаграждение. Думаю, вы прекрасно понимаете, какой они получили ответ. Особенно если узнаете, что Атария была дочерней компанией Warner Communications и приносила ей треть всей прибыли как раз благодаря кабальному... Ворнеры это тоже. Интересная компания. На создание игр. Если приводить прямую цитату, то Рэй сказал им... Я уже сталкивался с такими, как вы. Ха-ха, зачка артаса. Дизайнерами полотенец. Картриджи сможет сделать любой. Поэтому ваш вклад в компанию оценивается на уровне фасовщика на фабрике. Что просто раскладывает картриджи с играми по коробкам. Понятное дело, что он просто брал их на понт. Ну, либо вообще не понимал, как работает бизнес-компания. Потому что именно эта четверка приносит... Свинство. 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 Капец. Свинство. 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 Да. Свинство. Свинство. Соответственно. Свинство. Свинство. был так поражён его деятельностью, что с удовольствием пригласил Тодда поставить новые рекорды. И если он докажет, что до сих пор может соревноваться на равных с молодыми, то даже назначит его судьёй через некоторое время. Обалдеть. То есть, подожди, и там он подкупил, что ли? Так, начиная с 2001 года... Это очень интересно. Я честно, время очень быстро идёт. Второй герой вернулся в строй и продолжил связывать свою жизнь с видеоиграми. История, конечно, очень воодушевляющая. Я бы сказал, офигительная. Как один человек, схвативший удачу за хвост, внезапно теряет всё, но спустя много лет снова возвращается к любимому делу. Прям боёпик можно снимать. Однако не стоит воспринимать на веру данный отрывок про его жизнь. Хотя бы потому, что эту историю я взял из статьи, которая была специально написана одним из работников с сайта Twin Galaxies прямо перед устройством на работу Тодда Роджерса. Там настолько плотно вылизывают ему за... Что ни одна собака лучше не справиться. В тексте он представляется неким божеством гейминга, гейминга, что произошло до нас смертных. Он первый во всём жилом квартале, кто заимел Atari 2600. И так хорошо натренировался, что все друзья называли его не иначе, как Великим. Трудно поспорить с данным прозвищем. Ведь в будущем он будет ставить невероятные рекорды на выставках. Правда, без единого задокументированного свидетельства. Ну да ладно. Или как впервые встанет за автомат пинбола и набьёт 106 миллионов очков. После чего узнает, что из-за этого сорвался матч с национальной командой Германии, которая максимум может набить только 300 тысяч. Ладно, если говорить без сарказма, то я с трудом могу во всё это поверить. Ровно как и то, что Туд Роджерс не был знаком с Уолтером Дэем. Конечно, в своих интервью он утверждает, что это произошло лишь в 2001 году, во время выставки Classic Gaming Expo в Лас-Вегасе, где внезапно оказалось, что старик Уолтер следил за его деятельностью и даже запомнил, что тот удерживает мировой рекорд в игре Горф. Лично для меня эта информация стала неожиданной, поэтому я залез в интернет-архив, нашёл сборник Twin Galaxies за 1998 год и действительно обнаружил рекорд для аркадных автоматов. К слову, автором книги является сам Уолтер Дэй, а значит, Тодд Роджерс не мог не знать о существовании Twin Galaxies, потому что для подтверждения рекорда нужно было либо отправить кассету с записью, либо рекорд должен был задокументировать судья. В дополнение к этому я узнал, что до появления сайта и публикации книг, когда Twin Galaxies только набирал популярность, Я вообще об этом ничем не знал, как интересно, как интересно, реально сколько всяких штук происходило. Значит, мои рекорды публиковались в игровых журналах, одним из которых был Joystick Magazine. А знаете, кто тоже писал статьи для этого журнала? Конечно же, Тодд Роджерс. Я не думаю, что увлечённым своим делом чемпион будет писать статью про стратегию прохождения или огромную рецензию игры, но специально пропустит целую страницу с разными рекордами. Это просто бред. Лично мне кажется, что на момент устройства в Twin Galaxies Тоду была нужна не просто работа в индустрии спустя почти десяток лет, а скорее возможность вернуть свою популярность за счёт красивой басни и новых рекордов. Потому что к началу нулевых выросло новое поколение геймеров, которые вообще никогда о нём ничего не слышали. И вероятно, он подумал, что скоро начнётся новая волна популярности в соревновательном жанре. Поэтому воспользовался своим положением и начал творить в таблице рекордов настоящих. Что я могу сказать про этого человека? Да, если он даже мошенник, это, конечно, плохо, но, блин, насколько он гениально умеет всем этим... Он гений маркетинга самого себя. ...бардак. Реально. Просто брал и рисовал результаты из воздуха, приписывая какие-то неадекватные показатели. Лишь в 2002 году один из пользователей сайта заметил что-то неладное. Он зашёл в таблицу игры Barnstorming и обнаружил странное время. 32 секунды 4 миллисекунды, которое оказалось просто невозможно установить. Поэтому создал на форуме тему с самым логичным вопросом. Это вообще легальное время? И тут понеслось. Посетители форума не стали дожидаться ответа судей, а провели собственное независимое исследование при помощи ром-хакинга, или, проще говоря, взлома картриджа. Они ударили все препятствия на пути, из-за чего самолёт всегда летел прямо и не терял скорость. Гениально. Даже так, получалось закончить уровень только за 32,07 секунды. А это значит, что для достижения своего результата Тодд Роджерс либо взломал картридж и нашёл способ, как быстрее пройти уровень, либо, самое вероятное, он никогда и не ставил этот рекорд. Тут сразу возник вопрос, а как это так получилось, что самая авторитетная площадка для соревнований не проверяла результат такого крутого игрока? Может быть, он никогда и не был чемпионом? Вскоре к теме присоединился один из судей по имени Рональд Коркорен, который заявил... Вам стоит посетить Классик Гейминг Экспо в этом году. На прошлой выставке, спустя 20 лет после своего первого результата, Тодд Роджерс смог пройти уровень за 32,77 секунды. И это со второй попытки. За этим наблюдало более 40 человек, в том числе и я. Мы даже записали результат на видеоплёнку для архива Twin Galaxies и будем использовать это время. Это озвучка из селе Работа, просто великолепно. Для определения его места. Жизнь, за Нарзула. Поэтому ещё раз рекомендую посетить выставку в этом году, чтобы лично выгодиться в навыках игры Тодда. Казалось бы, оправдание максимально тупое. Лучше бы сказали, что пластинку со снимком погрызла собака, раз решили использовать такие детские отмазки. Но поскольку конфликт был урегулирован, пользователям сайта этого хватило. Конечно, на следующей выставке Тодда подкалывали с просьбой показать свой невероятный результат игры в Барнсторминг. Правда, он так и не решил продемонстрировать наработки. Видимо, не хотел, чтобы его стратегию игры присвоили другие люди. Всё-таки в те годы интернет активно развивался. Глядишь, кто-то бы успел добежать до дома и зарегистрировать рекорд раньше Тодда. Да и в любом случае, на его счету оставался самый важный результат всей жизни. Прохождение Драгстера за 5 секунд 51 миллисекунду, которое остаётся актуальным на протяжении долгих лет. В общем-то, все эти годы Роджерс только им и хвастался. А в 2012 году даже был... Капец, а если бы он просто бы ставил рекорды, ну или пытался делать более реалистичные цифры, писать себе, то, скорее всего, никто его даже не спалил. Понимаете? Вот числа... ...внесён в Книгу рекордов Гиннесса, где было указано, что он тренировался с 80-го года и в 82-м году смог сократить время. Но весь прикол заключается в том, что этого не было. Обратите внимание, Книга рекордов Гиннесса ссылается на результаты в базе Твин Галаксис. Откуда ему там взяться? Ведь даже в книге 98-го года этого рекорда ещё не было. Там указан некто Шейн Шафер, что отстаёт от результата Тодда Роджерса на 30 миллисекунд. Однако у данного феномена есть объяснение, которое дал сам Уолтер Дэй. Много-много лет назад, когда тот принёс нам свой результат по игре Драгстер, он не был принят Твин Галаксис. Это был рекорд, зарегистрированный Активижн. А затем, если я правильно помню, этот результат приняли в Книгу рекордов Гиннесса. Поэтому, когда Тодд Роджерс запросил повторное подтверждение, мы не стали его проверять, потому что полностью доверяем решению Активижн и Книге рекордов Гиннесса. Ох, Активижн! Получается, что результат уже существовал в Книге рекордов Гиннесса, и Тодд Роджерс его просто обновил. Странно, что об этом нет никаких подробностей на интернет-странице. Да и это как-то расходится с политикой публикации в информационной брошюре Активижн. Но, тем не менее, сам Тодд Роджерс подтверждает всё в интервью, которое дал в 2013 году. В 82-м году на выставке Consumer Electronics Show я познакомился с ребятами из Книги рекордов Гиннесса, и тогда они официально признали мой рекорд, который позже был опубликован в книжном издании 86-го года. Как хорошо, что у нас есть доступ к интернет-архиву, где можно найти самые разные старые книги. Так что давайте перемотаем до Драгстера и обнаружим, что там даже нет упоминания такой игры. Ну ладно, зато есть очень интересное оглавление, где написано, что Гиннесс не занимается регистрацией рекордов по видеоиграм, потому что результаты по набору очков могут кардинально отличаться в зависимости от особенностей устройства, на котором играл человек. Поэтому публикуются только те результаты, которые приняли в Twin Galaxy с поднаблюдением лично Уолтера Дея. Получается какая-то странная петля. Книга рекордов Гиннесса ссылается исключительно на Twin Galaxies. Те в свою очередь говорят, что рекорд регистрировали в Activision, а сама игровая компания приняла результат из-за того, что он уже был в книге рекордов Гиннесса. По-моему, кто-то просто откровенно врет и покрывает читера с целью запутать аудиторию, ведь что-то прогнило в датском королевстве. К сожалению, в те годы большинство людей не обращали внимания на данную странность. Даже сообщество тех же спидранеров было еще молодым, а площадок для публикации рекордов от силы насчитывалось пару штук, и там были крайне странные правила типа запрета на использование гличей, о чем я рассказывал в ролике про God of War. Поэтому тем, кто замечал откровенную коррупцию, приходилось либо мириться с этим, либо объединяться в локальные группы по интересам, из которых, кстати, и появился сайт speedrun.com. Так что, по сути, именно благодаря сообществу спидранеров удалось продвинуть всю историю с Тоддом Роджерсом дальше и привести к разоблачению. Капец, спидранеры чисто такие, блин, сыщики, Шарлаки Холмс такие, да, не знаю. Но основные училия приложил Эрик Хозел, также известный под ником OmniGamer. Он инженер по образованию, который обожает спидраны из-за того, что они позволяют нестандартно подходить к решению задач и откровенно ломать программы ради развлечения. Именно это послужило мотивацией написать исследовательскую работу на тему спидранов и их развития, что неизбежно привело его к рекорду Тодда Роджерса, который никто не мог побить. В 2017 году OmniGamer начал изучать принцип работы Драгстер и обнаружил что-то странное. Игру технически невозможно пройти быстрее, чем за 5 секунд 57 миллисекунд, а это медленнее на 6 миллисекунд по сравнению с заявленным рекордом. Поэтому он начал проверять всё точнее и составил таблицу, где покадрово расписал все возможные исходы событий в зависимости от переключения передач и набора скорости. Вот только всё равно результат получался 5,57 секунды. Даже запрограммированный робот не мог пройти игру быстрее. А это означало, что настало время для лютого срача. После публикации его... Обалдеть! Вот если бы понимаете, сделал бы 5,6 бы, написал бы, пусть его бы побили в своё время, но зато всё равно был бы... По следованию на Реддите огромное количество людей начало в подробностях изучать эту историю и требовать от Тодда подтверждения или опровержения обвинений. Поэтому он не придумал ничего лучше, чем накинуть говна на вентилятор, заявляя, что омни-геймер вообще ничего не понимает в математике и использует неправильные расчёты. Но это лишь раззадорило аудиторию. Поэтому новый владелец Twin Galaxies просто заплатил 10 тысяч долларов Бенджамину Хэккендорну, специалисту по компьютерной инженерии и любителю модифицировать консоли, чтобы он пригласил Тодда на свою передачу, которая выходила на YouTube-канале Element 14, где инженеры разных направлений проводят эксперименты. На протяжении двух дней они вместе копались в коде игры, задавали разные значения управления, правда так и не смогли пройти игру быстрее, чем за 5 секунд 57 миллисекунд. Знаете, что ответил Тодд на все эти доказательства? Вас там не было. А потом начал повторять байку, которую сам же и сочинил. При этом с каждым годом он добавлял новые подробности. Что-то забывалось, новая появлялась. Я уже упоминал, что перед началом работы в Twin Galaxies на сайте вышла статья, где были представлены все достижения Тодда. И там есть такой вот эпизод. Чтобы попасть в клуб Activision, нужно было преодолеть трассу менее чем за 6 секунд. На тот момент самое быстрое прохождение составило 5 секунд 74 миллисекунды. Однако, как я позже узнал от гейм-дизайнера и своего друга Алана Миллера, на самом деле фанат прислал им результат со временем на 10 миллисекунд быстрее. Но чтобы не обескураживать других игроков, они подкорректировали время перед публикацией. Мне же с легкостью удалось побить опубликованный рекорд. А вскоре я сократил время до 5,51 секунды и отправил результаты Activision. Они даже не сразу мне поверили, по словам работников компании, это было невозможно, потому что у них в офисе находился компьютер, на котором была смоделирована идеальная стратегия прохождения Дракстер и время составляло секунд секунд миллисекунды. Поэтому я подробно объяснил свою стратегию и то, как переключаю ну, объяснил свою стратегию и срана как бы передач этого хватило, чтобы Activision признали мой рекорд и отправили сертификат с подтверждением. История отвал башки. Вот только почему Activision опубликовала этот результат лишь в 83-м году непонятно. В любом случае оказалось, что это еще не все подробности. В 2005-м году Тодд Роджерс дал интервью порталу Good Deal Games, где рассказал, что общался не напрямую с разработчиками и своим другом Алленом Миллером, который был одним из основателей Activision так между делом. На самом деле ему позвонила Ян Марселло. Это женщина средних лет, которая работала в компании специалистом по связям с общественностью. Каждую неделю она проверяла по 2000 писем от фанатов. Лично мне кажется странным заставлять подобного человека Тодду с расспросами о стратегии прохождения игры. Тем не менее, по его словам она это сделала и сообщила, что Дэвид Крейн, непосредственный создатель Драгстера, просто неправильно запрограммировал компьютер для прохождения, из-за чего Тодду единственному удалось пройти игру так быстро. На фоне нового срача все это всплыло на поверхность. И теперь люди просили Тодда максимально подробно рассказать историю, потому что такие расхождения не вызывают доверия. И тогда он внезапно вспомнил, что оказывается в таблице лидеров было еще два человека, которые тоже смогли пройти игру за 5 секунд в 51 миллисекунду. Уильям Стюарт и Кевин Капачевски. Вот только по словам Тодда, Activision вынуждена была их дисквалифицировать, потому что они использовали ту же стратегию, что и компьютер, запрограммированный Дэвидом Крейном, но не смогли объяснить, как им удалось его опередить. Позже, в 2018 году, одному из работников Twin Galaxies даже удалось связаться с Дэвидом Крейном и спросить, что он думает про эту историю. Оказалось, что Activision не хранила письма и результаты больше двух недель из-за огромного их количества, а потому все рекорды они записывали в таблице и публиковали при первой же возможности. Это уже расходится с историей Тодда про то, что он установил свой рекорд в 82-м году, ведь опубликовали результат лишь в 83-м. Хотя стоит заметить, что Дэвид действительно писал тестовый код для определения наилучшего времени. Правда, спустя годы он забыл этот результат. А еще он обратил внимание, что в Драгстер время считается по 3 миллисекунды за такт, поэтому теоретически возможно, что человек может закончить игру за 5,54 секунды. Но это опровергается исследованиями Омни Геймера и Бенджамина Хэккендорна, которые просто достали исходный код и пришли к выводу, что без модификации игры невозможно... Понимаете, вот просто разворошили улей. Это реально разворошили улей. Сколько пришлось исследований проводить, прочего. Можно закончить ее быстрее, чем за 5 секунд 57 миллисекунд. Тут возникает, казалось бы, вполне логичное решение проблемы. Но раз сам создатель игры не сомневается в рекорде Тодда, значит он получил его честно. Однако, имея опыт общения с некоторыми работниками индустрии, мне кажется, что все эти годы Дэвиду Крейну и компании Activision было просто пофигу на рекорды. информационную брошюру исключительно для пиара. А Тодда Роджерса приглашали на выставки, потому что он был предприимчивым парнем и успел отправить много рекордов по их играм. К тому же, в тот момент СМИ начали интересоваться видеоиграми из-за огромных продаж. И на фоне этого стали появляться сообщения, что все это бэсовщина, на которую тратишь время только всякие бандюганы, да? А разработчики окаянные просто наживаются на слабостях людей и превращают перспективные в день. Так и есть, 100%. ставят невероятные рекорды, но все равно не забывают про реальную жизнь. Так что и ваши дети будут в порядке. В любом случае, сообществу было мало слов авторитета, поэтому они продолжили расследование. И заключительный шаг в разоблачение сделал ныне покойный ютюбер Apollo Legend, который решил отыскать судей, работавших в Twin Galaxies, чтобы расспросить их про то, как устроен сайт изнутри. И на старом форуме Nintendo Edge ему повезло найти сообщение человека под именем Wolf Morrow, что также является действующим рекордсменом и работал с судьей на сайте как раз в начале нулевых. Я работал судьей в Twin Galaxies несколько лет и просто ненавидел это. Нам с братом постоянно приходилось спорить со старой гвардией и рекордсменами 80-х годов. Они выступали категорически против любых попыток записать результаты на видео при помощи современных средств. Поэтому мы провели внутренние расследования и обнаружили, что множество рекордов ничем не подтверждались, потому что в те годы не требовалось видеодоказательства. Особенно... Ну что же он нарисовать с воздуха, да, получается? ...местер Activision, также известного как Тодд Роджерс. Мы собрали о нем всю возможную информацию и составили дело. Там было видно, что его рекорды абсолютно недостижимы. Но когда я предоставил доказательства начальству, они просто спрятали все под столом и дали понять, что Тодд Роджерс неприкасаемый. Вероятно, потому что на работу его пригласил сам Волтер Дэй. Однако, некоторые старые рекорды были добавлены в базу еще до того, как Тодд сам стал судьей. Оказалось, что за это был ответственен другой человек, Рональд Каркаран, хороший друг Тодда. Вот, это становится очень интересно, ведь это был тот самый человек, что защищал Тодда, когда пользователи сайта обнаружили неадекватный рекорд в игре Барнсторминг. Аполло Ледженд хотел связаться с ним, чтобы получить хоть какой-то комментарий касательно тех событий, даже если это будет ложью. Но не удалось, потому что Рональд Каркаран с 2004 года мотает тридцатку в тюрьме штата Аризона за неоднократные с... действия собственной... Какой кошмар! Этс, какой хороший друг. Дааа... Ну ладно, не повезло оттуда с коллегой. Нас интересует другое. Почему информация от Вулф Морвел до всех этих расследований не была известна широкой публике? И ответа тут два. Во-первых, потому что сообщество в те годы ещё не сформировалось и собирать данные пришлось бы по крупицам, чем не каждый готов заниматься. Ну а во-вторых, потому что работники Twin Galaxies подписывали документ о неразглашении информации, в которых часто бывает довольно большой срок ответственности. Тот же Вулф Морвел только спустя 10 лет смог рассказать на форуме Nintendo Edge, что работал в Twin Galaxies. Зато, когда всё это всплыло, люди с большим интересом пошли изучать все рекорды Тодда Роджерса и выяснили, что он не просто читер, а ещё и немного отупил с годами. Ведь когда добавлял значение в таблицы лидеров, то даже не проверял, возможно ли в играх вообще достичь таких показателей. Например, в The Legendary Axe счёт составлял 99 миллионов 999 тысяч 990, хотя код написан так, что счёт всегда идёт с шагом в 50 очков. В другой игре под названием Вэби рекорд составлял 1698 очков, хотя шаг составляет только 5 и при достижении 1300 прохождение автоматически заканчивается. Ну а я... Вот это нормально придумал. В чём Тодд Роджерс явно страдает гигантоманией, либо имеет непомерный ЧСВ, потому что в большинстве рекорда он рисовал себе слишком огромные числа по сравнению с другими людьми. Для прикола даже решили подсчитать, как долго нужно было бы проводить марафонские сессии, чтобы заработать столько очков. И получилось, что даже скромный рекорд Donkey Kong Jr. в 15 миллионов потребовал бы 25 часов непрерывной игры. А вот в игре фейтом ему пришлось бы потратить 325 часов, чтобы набрать более миллиона очков, о которых заявлено в рекорде. Можно сказать, что на этом расследование было закончено. И в 2018 году Тодд Роджерсон все по правде, живите по правде. Наконец-то забанили на Twin Galaxies и вычеркнули из книги рекордов Гиннесса. Хотя сам он вину не признавал и продолжал утверждать, что все эти рекорды были проверены Рональдом Коркореном, которому тот отправил кассеты. Но из-за уголовного дела полиция изъяла все записи на проверку и из сотен кассет вернулось лишь 25 штук. А теперь вот несправедливое общество пытается отнять у него честно заслуженные рекорды. На эту нелепую Аполло Ледженд просто позвонил в имущественный отдел полиции города Глендейл, штат Аризона и попросил офицера посмотреть действительно ли изъятые кассеты являются материалами дела, из-за чего их и не могут вернуть доверенному лицу. Вот только внезапно оказалось, что все кассеты прошли проверку и в полном объеме были возвращены, когда дело было закончено. Очередная попытка Тодда Роджерса доказать людям, что он был честным игроком обернулась сокрушительным фиаско. Но наш герой не сдавался до конца. Класс! В 2020 году он подал в суд День дураков, реально. Велаксис и Книгу рекордов Гиннеса. У ютубера Карла Джобста есть несколько роликов про судебные дела, где он откровенно стебется над тупищими попытками Тодда Роджерса вернуть свои рекорды через государственную систему, как это сделал другой известный человек по имени Билли Митчелл. Может быть в будущем я и про него сделаю ролик, потому что их история плотно пересекается друг с другом. Так вот Тодд Роджерс подал иск без адвоката и наворотил кучу ошибок. Мало того, что он неправильно написал свое имя, так ему, видимо, было лень загуглить, как правильно составлять иска к левите, поэтому просто забыл прописать основную часть, где должны содержаться высказывания, причинившие репутационный ущерб. Вместо этого он обвинил Книгу рекордов Гиннеса в том, что в своем издании они отозвали его рекорд со ссылкой на Твин Галаксис, где утверждалось, что результат не может считаться действительным, ведь время в 5 секунд 51 миллисекунду технически невозможно установить. И все. Там не было ни оскорблений, ни обвинений в читерстве, просто общеизвестный факт. Но самое смешное, он обвинил Твин Галаксис в том, что размещение статьи о блокировке его профиля и аннулировании рекордов принесло сайту примерно миллион долларов. А, ничего себе, триллионы. Триллионы. Триллионы долларов. Он чё-то забыл, что на Твин Галаксис никогда не было рекламы. Сайт вообще за все свои годы не приносил прибыли. И после 2014 года содержится за счёт средств бывшего кинопродюсера и фаната соревновательных игр Джейса Холла. Он-то и был тем самым человеком, кто заплатил 10 тысяч баксов за то, чтобы Тодда Роджерса пригласили на передачу и исследовали код игры Драгстера. Суд просто не мог удовлетворить эту претензию, поэтому Тоду пришлось отыскать адвоката, который смог бы нормально написать иск и продвинуть дело. Через несколько месяцев такой человек нашёлся, исправил заявление и снова отправил его в суд. Некоторое время спустя Гиннесс попросил отклонить исправленный иск, мотивировав это тем, что суд штата Флорида, где проживает Тодд Роджерс, не обладает юрисдикцией по отношению к книге рекордов Гиннесса, потому что адвокат указал в иске британское отделение издательства вместо американского. Там вообще было много пунктов, где Гиннесс просто тричит мордой Тодда на все ошибки, которые он допустил. В ответ на это судья подчеркнул, что просьба Гиннесса является самой адекватной во всём деле и потребовал от Тодда в течение 10 дней полностью исправить иск по всем проведённым замечаниям. Однако вместо этого истец отказался от дела, а потому процесс был закрыт. Всем, кто следил за событиями, показалось, что Тодд Роджерс остался перед Гиннессом и побоялся продолжать суд. Но всё оказалось куда интереснее. Ещё через 10 дней адвокат Тодда подаёт ходатайство об отказе от должности по причине принципиального несогласия с позицией клиента, ведь ему казалось, что дело будет улажено в досудебном порядке. На что сам Тодд посылает судье два письма с просьбой возобновить процесс и отклонить ходатайство адвоката, потому что это именно он допустил все изначальные ошибки в иске. Судье пришлось отвечать на заброс и дополнительно так как адвокат направил ходатайство, когда дело было прекращено, он всё ещё остаётся на должности, пока суд не решит иначе. Ох уж эта бюрократия. Теперь адвокату пришлось подать ходатайство о возобновлении иска, чтобы освободиться от должности. Мотивировал он это тем, что Тодд Роджерс просто лжец, который спихнул всю ответственность на адвоката, хотя отозвал иск самостоятельно, а потом просто передумал и захотел продолжить дело. Видимо, судья понял, с кем имеет дело и удовлетворил ходатайство адвоката, после чего прекратил судебный процесс. Но, видимо, Тоду это показалось несправедливым, поэтому он снова принялся спамить судье с просьбами возобновить дело. Удивительно, но судья ответил ему ещё раз и объяснил, что принял окончательное решение, поэтому в дальнейших письмах не будет никакого смысла. Вот так и заканчивается история первого профессионального читера. Что будет дальше, покажет только время, но поэтому я могу сказать, что это была, пожалуй, самая большая и интересная работа по поиску информации, которую я только делал для своего канала. Однако остаётся небольшое чувство неудовлетворённости, просто потому, что меня поражает глупость Тодда Роджерса. В молодости он был энергичным и предприимчивым, благодаря чему поймал птицу удачи за хвост, зарабатывал нормальные деньги на выставках, за счёт публикаций в журналах и так далее. Но, видимо, тратил их на всякую фигню, хотя мог бы получить хорошее образование и самостоятельно начать разрабатывать игры, чтобы грести деньги лопатой. Вот тогда вся эта история не выглядела бы как цирк, а воспринималась как не самый честный, зато вполне работающий путь к успеху. Ну да, а так просто, типа, он слил весь свой успех. Но я считаю, что пример Тодда Роджерса отлично демонстрирует, что мимолетное бабло не даёт добро. Ну и, конечно, то, что нужно уметь вовремя останавливаться, особенно, когда врёшь. Иначе не просто потеряешь всё, что было, но и опозоришься на весь мир. А мне так это ценный жизненный опыт. Спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, делитесь своими... Да, бывает такое, ребята. Ссылка на оригинал в описании. Переходите и подписывайтесь на Рица обязательно. Также подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Спасибо большое. И всем удачки. Всем пока-пока. Пау.